напоминаю вам про компанию silverstone чьими приборами я пользуюсь и вам рекомендую а все причина в универсальном комбо устройстве толщина которого за счет семислойный патч антенны очень небольшая дальность приема как у классического рупора это устройство информирует о всех видах камер в том числе о новых камерах street falcon которые штрафуют за остановку ну и соответственно стоянку полная библиотека радарных сигнатур многослойная линза угол обзора 145 градусов ссылка в описании вах какой машин сам красен а было уж такой эй такой молодой а врешь и так происходит каждый раз когда видят этот 412 а все из-за цвета а что с ними так об этом я расскажу чуть позже начнем с истории куда же без нее учение света не учение комментарии в ютубе все началось давно еще в 1959 году когда на мзм а стали разрабатывать новый автомобиль проект получил название автомобиль 1963 так как в планах стояла именно в этот год выпустить новый москвич но выпуск отложили на год и именно в 1964 появился 408 зачем я вам рассказываю про восьмой потому что в ссср очень часто было так на старые кости натягивали новую кожу и получался новый автомобиль с 412 практически все так же но не совсем да это 408 но модернизированы и достаточно сильно а конкретно этот еще и 2140 здесь есть уже силовые элементы от 40 москвича этот автомобиль уникален он один из последних 412 сошедших с конвейера и так первый москвич 412 появился в 1967 году пользуясь современной терминологии на платформе 408 внешне это заметно но если поставить два голых кузова рядом вы поймете что они одинаковы так как один для двух моделей а вот убранство и начинка местами кардинально разные унификация являлась обязательной составляющей проектирования в ссср сразу скажу 408 412 долгое время выпускались параллельно как самостоятельные модели если вы спросите меня что мне больше всего импонирует в 412 я просто ткну пальцем направленный на кого-то указательный палец символический намек на убийство копьем или стрелой согласно правилам современного этикета тыкать пальцем неприлично а вот жест всей рукой вполне допустим простите укажу перстом передняя часть автомобиля блестяще выполнена где слово блестяще имеет прямой смысл решетка ободки фар ободок решетки и ободок фар если так можно выразиться бампер все сияет хромом первородным и красотой советской фары кстати гд ровский еще один нюанс нижний брус под решеткой тоже хромированный почему так не ведаю открываем капот и сразу готовимся к атаке фекальных насыпателей на вентилятор но говорим это бмв прислушиваемся уже слышу строчат пальцы по клавиатуре и говорим а также альфа ромео и мазерати облом двигатель начали проектировать в 64-м и уже через пять месяцев 65-м году мотор был готов и пошел на испытания было исследовано более 30 моторов мировых производителей фиат кстати сразу пошел на переплавку засим этот двигатель квинтэссенция лучшего и да он заварен как бмв и он похож на бмв как-нибудь я вам обязательно все это докажу и покажу чтобы окончательно поставить точку в этом сраче простите мой французской цифры бензиновый рядный четырехцилиндровый объемом 1480 кубических сантиметров максимальная мощность 75 лошадиных сил при 5800 оборотах в минуту максимальный крутящий момент 108 ньютон метров при 3400 3800 оборотах в минуту в образное расположение клапанов их привод коромыслами особенность чугунные гильзы в алюминиевом блоке аминь удобно ли ехать эргономично руль рукоятка кпп педальный узел находятся там где надо что неудобно плечо и рука друга они тут явно лишние поэтому выбирайте друзей щупленьких и лучше чтобы он был она и тогда теснота в радость тем более что походка у 412 умиротворяющая истеричная простите за такой образ рессорная сзади дарит мягкость и плавность валкость небольшую и вальяжность но если на газу выходить из резкого поворота машина приседает передок задирается и узкий и легкий но устойчивый и маневренный надо привыкать очень длинные передачи можно тянуть бесконечно а мощный приемистый двигатель такое любят он вообще много чего любит средней паршивости советское масло не проблема только чаще меняйте зажигание настроили зазор выставили и забыли четыре скорости синхронизированные многие безапелляционно утверждают что эта коробка от 407 москвича генетически да но и мы генетически с бананом на 50 процентов родственники правда кто-то и на 90 а у 412 коробки от 407 только игольчатые подшипники и втулка еще какая-то железяка егор-егорыч говорил но я запамятовал главная проблема данной коробки в советские времена это плохое масло оттуда и миф при ненадежность в которой я искренне верил а еще и позднее классовое разделение народились жигулисты и москвич стал колхозной машины это и понятно грузоподъемность 400 кг и багажник в 350 литров этому способствует и мы на заднем сиденье а вы все ждете почему этот москвич цвета металлик позже под задом пружины мягко и ностальгично в целом норм но именно отсюда лучше всего разглядывать передние торпеду она покрыта уже травмобезопасным пластиком москвич 412 соответствовал нормам ек о нормам пассивно безопасности рулевая колонка скажем складывается при ударе есть ремни безопасности есть правда нюансы и за года выпуска у нас автомобиль 75 года на горизонте маячила злк 2140 поэтому приборка тут именно от него машину сертифицировали во франции все было очень серьезно москвич это валюта в казну государства во а вы знаете что комплектация 412 было богаче чем на иномарках скажем радио тут оно установлено штатно а на иномарках только в комплектациях делюкс и приемник тут редкий гродно 302 но это уже тюнинг из 80-х как и часики а 24 волги а а тут временной портал с телеком даже предусмотрен празднование 30-летия победы советского народа в великой отечественной войне центре внимания мировой общественности сообщая торжествах в советском союзе и комментирует немного цифр для просвещения 10 литров по городу 8 по трассе для 70-х 80-х это очень достойно бак 46 литров разгон до сотни 19 секунд максималка 145 километров в час это 1975 год посмотрите для сравнения цифры у заграничных одноклассников москвич выпускали на мзм а злк 20 лет а в ижевске аж до 1999 на момент своего выхода да и долгие годы машина была эталоном надежности ни один европейский одноклассник не мог сравниться по прочности и надежности кузова ремонтопригодность фееричная по сути автомобиль можно починить любыми ключами из штатного инструмента подчеркиваю любой узел а выгнутые стекла спереди и сзади шарман много было в машине и перспективно нового и хорошо проверенного старого даже если что-то начинало постукивать поскрипывать это лишь говорила что пора это починить но это точно не отвалится яркий пример передняя независимая подвеска бешкварневая шаровыми параллелограммного типа на поперечных рычагах рычаги ставили не друг на другом а со смещением это гасило раскачку кузова на неровности так вот я не видел москвич с оторванной шаровой а жигулей полно легкий руль приятные тормоза все понятно никаких усилителей естественно нет вы господа спросите а что же этот чулан такой уставший и за ним никто не ухаживает а я вам открою страшную тайну буквально несколько месяцев назад данный автомобиль спасли по факту из утиля на нем развлекались школьники выкинули двигатель украли всякие мелкие элементы поэтому то что эта машина на ходу ездит он парню который сидит сзади большое спасибо я сожалею об одном нет о двух вещах первое что история заднеприводных москвичей оборвалась в угоду переднему приводу и второе что история завода москвич вообще оборвалась охота продолжается вы еще тут процвет ждете итак этот цвет называется аллигатор а злк в 1975 году закупила металлизированную эмаль аллигатор и садко почему данный автомобиль такого цвета есть несколько версий но одна мне нравится больше всего первая машина которую покрасили в данный цвет был экспериментальный москвич с 1 но его окрашивали в экспериментальном же цеху опробовали на конвейере промышленно красить именно на кузове москвич 412 и скорее всего данный кузов был один и он перед вами а вот серийно машины стали обливать аллигатором и садко только в 1976 и были это уже 2140 а че это вы здесь делаете а кино-то давно закончилось а а а Редактор субтитров А.Семкин